Мэра Прокопьевская Мэра Прокопьевская Мэра Прокопьевская Мэр города не может назначаться или сниматься по решению губернатора, чего бы он не сотворил. Он только в одном случае, помимо воли граждан, может быть лишен своего поста, если он совершил преступление и приговор по уголовному преступлению вступил в законную силу. Я думаю, даже не все экономические преступления могут снимать мэра города, то есть главы местного самоуправления с той должности, которая у него есть. Воля граждан поставить его на ту должность, которую он занимает. Это уровень местного самоуправления, еще раз подчеркиваю. Он должен касаться только территории города, поселка, села или так далее. Только этой территории. А вот губернатор не может избираться. Он может только назначаться, потому что под его контроль попадают земли, которыми он лично управлять не должен. Там, где люди не живут. А вот там, где живут люди, они должны самоуправляться. Самоуправляться и выбирать себе местную власть. Выбирать себе местный совет. Они могут в устав города внести, что мэр города утверждается советом или выдвигается. Они могут ввести прямые или непрямые выборы, но никогда не на значение. Какие еще менеджеры на должности мэра города? Мэр города – это глава местного самоуправления. Это значит, что он получает свои полномочия непосредственно от граждан. Либо через выизбранный орган местного самоуправления местных депутатов, местный совет может избрать из своего состава или определиться как-то по-другому. Избрание всегда должно быть. Никогда не на значение. А губернатор никогда не должен избираться, как и было в Российской империи. Губернатор назначался, а городской голова избирался. И поэтому здесь существовала разница. Не мог губернатор снять городскую голову. Не мог. Он мог этому способствовать. Он мог способствовать тому, чтобы собрались местные депутаты и определили, что этот городской голова непригоден для власти. Это другое дело. Одно дело влияния, другое дело – это решение, имеющее опору в правовых основаниях. Вот то, что произошло в Прокопьевске, не обсуждаю там, был банкет, не было банкета, было это оскорбление памятью погибших, было ли это каким-то действием, цинично пренебрегавшим решением о трауре в этот день. Я не обсуждаю. Я говорю только о том, что губернатор – проходимец. Точно. Потому что он назначен или избран фальшивым образом на фальшивых выборах непонятно кем. Непонятно, кто избирал этого губернатора. Одно могу сказать, что Кемеровская область полностью разорена Аманом Тулеевым. Полностью разорена. И если бы местное самоуправление было отгорожено от произвола вот этой группировки проходимцев, которая раздала эту область вот этим угольным магнатам, им самое главное – это побольше извлечь из недр и за рубеж продать, набить карманы. Никакой пользы, я еще раз скажу, никакой пользы ни губернатор, ни вот эта угольная мафия, ни Тулеев, ни нынешний губернатор не приносят ни стране, ни людям. А вот местное самоуправление может, может приносить, только когда его не назначают. Это когда избирают из своих, того, кого знают, кто здесь живет, ну как минимум лет 20, вот он здесь живет, здесь работает, его знают, кто он такой. И не могут избираться другие люди. Это те люди, которые корнями вросли в эту местность и распространили свои родовые, дружеские связи на эту территорию, за которую человек переживает. Естественно, если он в таком случае, это не просто его родина, а место, которое является родиной для всех его друзей, родственников, знакомых и так далее. Тогда он кровно переживает, то есть он душевно связан с этой территорией. И тогда он не позволит какому-то хаму-губернатору творить здесь все, что угодно. Это самозащита людей, то есть местное самоуправление – это самозащита против произвола назначенных властей. Чиновника можно снять или назначить, и его моральные качества никак не связаны с мнением людей. Это там, откуда-то из других мест. На самом деле, как Око Государева, как и прокурор Око Государева на всех уровнях должен быть, а на самом деле нет. Так и губернатор – это Око Государева, это как по законам Российской империи, переложенному на простецкий язык. Губернатор – это для своей губернии то же самое, что Государь-император для всей России. То есть это полновластный правитель, который может решить любой вопрос, кроме одного – определения, кто будет править в местном самоуправлении. Он не может вмешиваться в это, он не может вмешиваться в деятельность прокурора, суда и так далее. Влияние какое-то оказывать может, но это максимум. А местное самоуправление для него абсолютно недоступно, он не должен касаться его руками. А поскольку у нас все изгажено, вся система государственной власти находится в плачевнейшем состоянии, во власти одни только изменники и воры, никаких других просто нет, то местное самоуправление могло бы быть, если бы оно было отделено от системы государственной власти, отделено, оно могло бы быть защитой людей. Но таковой не является, потому что, видите, можно просто так взять и снять якобы человека, который возглавляет местное самоуправление. Тогда он, значит, не возглавляет местное самоуправление. Если его назначили, тогда он попирает местное самоуправление. Тогда он является еще одним камнем на шее нашего народа. Эта система должна быть изменена, и мы, русские националисты, выступаем за то, чтобы все было возвращено к разумному управлению, к разумной системе органов государственной власти и местного самоуправления, отделенных от них. И чтобы губернатор назначался, а глава местного самоуправления избирался. Так, как было установлено в Российской империи, и как в окружающем нас мире, в том мире, который ближе всего к нам, в Европе, и утверждено. И мы должны утверждать разумное и исторически обусловленное. Нам же навязывают совершенно абсурдную систему, которая беспрерывно меняется. То губернаторы избирают, то его назначают, то мэра избирают, то назначают. Везде полный хаос. И в этом хаосе нам предлагается жить. Мы не можем выжить в этом хаосе. Поэтому мы и говорим, вы все здесь временные чиновники, временная слась. Вот так это большевистский был тезис по отношению к временному правительству. Ну а мы по отношению к оккупационному правительству говорим, временная слась. Слава Руси! Господи спаси! КОНЕЦ КОНЕЦ